Привет! Спасибо, что заглянули в мастерскую рыжего сплюха. Сегодня я предлагаю пофантазировать на тему грибов и превратить какой-нибудь гриб в сказочный домик. Но для начала вам нужно будет посмотреть картинки в интернете или в книжке и выбрать тот гриб, который вам больше нравится. Ведь они все такие разные. Может быть это будет большой толстый боровик или стройный красочный мухомор? Решать вам. Я выберу мухомор, но вы выбирайте тот гриб, который понравится именно вам. Он может быть совершенно любым, какой вы захотите. Ну что, выбрали? Тогда приступим. Для начала нужно определиться, вы будете рисовать несколько грибов или один. Если их будет несколько, то лучше расположить лист горизонтально. Я буду рисовать один мухомор, поэтому я расположу лист вертикально. Дальше намечаем линию горизонта. Отделяем небо и землю. Я добавлю своей земли немножко холнистости. Вот такие вот бугорки нарисую. Теперь нарисуем сам гриб. Вот здесь, посерединке. Внимательно рассмотрите картинку своего гриба. Какая у него ножка? У моего гриба это прямая и тонкая ножка. Но если вы будете рисовать, например, боровик, то у него ножка другая. Посмотрите, она утолщенная, книзу, толстая, коротенькая, да? Совсем другая. Поэтому посмотрите на свой гриб. Я рисую ножку прямую и тонкую. Провожу одну линию и рядом провожу другую линию. Вот такая вот ножка у меня получилась. Дальше нужно нарисовать шляпку. Шляпка у гриба похожа на тонкий овал. Поэтому, чтобы нарисовать овал, я проведу сначала горизонтальную линию. А дальше нарисую горку и ямку. Ямка должна быть совсем-совсем маленькая. Вот такая вот. Конечно же, шляпки у всех грибов разные. И вам нужно посмотреть на свой гриб, какая шляпка у вашего гриба. У моего гриба, посмотрите, на самой верхушечке она немного заостряется. Поэтому я подрисую вот такую вот вершинку своему грибу. И слева немножечко заострю. Вот так вот. Лишние линии мне нужно стереть. Еще раз посмотрим на ножку. Видите, к низу она немножко утолщается. Поэтому я подрисую своей ножке вот такое вот утолщение. Лишние линии стираю. Они мне не нужны. Еще раз посмотрю на картинку гриба. Посмотрите, на ножке у него есть вот такая вот юбочка. У маленьких грибов ее нет. А вот у гриба, у которого шляпка раскрыта, она есть. Ее-то мне и нужно нарисовать. Для этого провожу линию влево, линию вправо. И соединяем волнистые линии. Вот такая вот юбочка у меня получилась. Лишние линии стираю. Ну вот, мой гриб готов. Картинку я пока отложу в сторону. Она мне понадобится, но позже. А сейчас предлагаю пофантазировать. Если бы в лесу жили маленькие сказочные жители. Гномы, эльфы или, может, лесовички. И они бы строили дома вот в таких вот грибах. То как бы выглядели эти дома? Это были бы многоэтажки или одноэтажные дома? Сколько бы там было этажей? Это было бы одно большое окно или много бы маленьких? Они были бы квадратные или круглые? А какая бы дверь там была? Круглая или прямоугольная? Деревянная? А может быть сделанная из листочка? У меня, пожалуй, будет прямоугольная. А еще сделаю ступеньки. Небольшое крылечко. Еще раз повторю, что вы придумаете свой дом. Не надо повторять за мной. Пофантазируйте. У меня в доме будет два этажа. Окошки я сделаю прямоугольные. Одно и второе. Каждое окошко я разделю рамой на три части. Пополам и еще пополам. И здесь так же. Основные детали домика мы нарисовали. Что еще может быть у домика? Может быть, это будет окно на чердаке? Или, может быть, у него будет труба, из которой будет идти дым? А может быть, какой-нибудь фонарь, который будет висеть? У меня это будет телевизионная антенна. Мои жители будут смотреть телевизор. А еще я хочу нарисовать водосточную трубу, по которой с крыши будет стекать вода. Так. Труба крепится к домику. А может быть, у них есть домашние животные, которые бегают рядом? У меня это будет улитка. Рисуем завитушку. И подрисовываем тело. Рожки. Отлично. Если бы я рисовала обычный дом, то сюда бы я посадила ворону. Но ворона раздавит гриб, поэтому я нарисую здесь муху. Глазки. Так. Хоботок, тело. И крылышки. Как тело пошире. Вот. Отлично. Вот такая вот муха у меня получилась. Так. Хорошо. Осталось стереть линии, которые мне мешают. И мне нужно еще подрисовать пятнышки на грибе. У меня же все-таки это мухомор. И вот эти беленькие пятнышки. И вот эти беленькие пятнышки я нарисую, чтобы потом их не закрашивать. Посмотрите, они не совсем круглые. Они немного неровные. Вот так вот. Все. На этом мой гриб карандашом закончен. Сейчас я возьму восковой мелок и обведу детали, которые я хочу, чтобы было видно, когда я буду закрашивать краской. Если вы будете работать акварелькой, то эти детали будут очень хорошо видны. Если же это будет гуашь, то это будет видно хуже. Гуашь придется разбавлять водой, чтобы эти детали было видно. Если вы будете рисовать акварелькой, то можно также нарисовать зеленым карандашом восковым травку. Тогда она не закрасится, ее будет видно. Если же вы будете рисовать гуашью, то травка будет закрашена. Ее видно не будет. Поэтому тогда ее можете не рисовать. Травку, кстати, можно нарисовать не только зеленым, но и желтеньким цветом. Если это осень, то возможно она пожелтела, а если это лето, то значит на нее падают солнечные лучики. На этом все. И теперь приступим к раскрашиванию. Начну с неба, поэтому переверну листик. Посмотрите, на моей картинке небо как бы зеленоватое. Это потому что солнце проходит через листву деревьев. Чтобы сделать похожий цвет, мне понадобится палитра, на которой я смешаю белую гуашь, синюю, зеленую и желтую. Ваше небо не обязательно должно быть такого же цвета. Вы можете его сделать голубым, синим, а может быть у вас закат или восход солнца и небо будет розоватым. Решайте сами. Я же намешала светло-зеленый цвет и этим цветом начну обводить сначала и затем раскрашивать мое небо. Муху сложно обвести, поэтому я ее закрашиваю. Видите, ее все равно видно, потому что мы ее обводили восковым мелком. Но если брать очень много краски, то она закрасится. Чтобы она не закрашивалась, нужно брать побольше водички. С антенной поступаем так же. Мы ее тоже обводили мелком, чтобы потом ее было видно. Закрашиваем. Аккуратненько обводим гриб. И остальную часть неба закрашиваем. Из-за того, что я беру слишком густую краску, у меня закрасились даже детальки, которые я обводила мелком. Поэтому сейчас я водичкой обведу снова их. Вот видите, и они находятся. Теперь буду раскрашивать травку, поэтому перевернула лист. Трава у меня будет осенняя, поэтому я смешиваю охру, желтый темный, зеленый и коричневый. Так, коричневый слишком темный, немножко прибавлю зеленого. Вот так. И таким вот цветом начинаю раскрашивать. Я не беру слишком много краски, иначе моя улитка закрасится. Вам, наверное, не видно? Она здесь есть. Вот она. И дальше закрашиваю всю травку. Аккуратненько обвожу все детали гриба, чтобы их не закрасить. И аккуратненько закрашиваем траву. Опять же, травка может быть любого цвета. Это я захотела, чтобы она у меня была такой. А вы можете ее сделать ярко-зеленую, сочную, летнюю. Какой хотите. Тонкой кистью я подрисую травинки. Помним, что травинки у нас не должны быть похожи на бревнышки, поэтому мы рисуем их самым кончиком кисти, снизу вверх. Забыла закрасить около грибочка. Вот так вот. И немножко травинок нарисую еще слева. Вот так. Вот здесь вот слева я хочу нарисовать кустик. Я не вырисовываю его. Посмотрите, видите, такими вот черточками я намечаю кустик разным цветом. Добавляю немножко зеленого, немножко желтого. И подрисовываю коричневым цветом стволы кустика. Вот как-то так. Добавлю немножко светлых пятен. И приступим к улитке. Улитка может быть любого цвета. Я обвожу завитушку. А дальше сделаем ее, например, желтенькой. Добавим белил, чтобы было поярче видно. Вот такая вот улитка. Помните, у нас же все-таки сказочный мир-то. Поэтому вполне возможно, что улитка может быть, например, синий, да, или красный. Да какой угодно, какой вам хочется. Но моя улитка будет все-таки такая вот желто-коричневая. Пусть она пока теперь сохнет. А я пока раскрашу шляпку гриба. Посмотрите, снизу гриб темнее, а сверху светлее, потому что солнце сверху светит. Поэтому сверху я буду раскрашивать розовым. Буду использовать рубиновый цвет. А снизу раскрашу алым. Аккуратно сначала обвожу. Обязательно обвожу пятнышки, чтобы их не закрасить. А оставшуюся часть я раскрашиваю рубиновым цветом. Добавлю немножечко белил. Можно это сделать на палитре. То есть смешать на палитре сначала нужный цвет. И потом уже им раскрашивать. Вот я добавила белил, чтобы получился розовенький цвет. И нижнюю часть я уже буду раскрашивать алым цветом, чтобы она получилась потемнее. Чтобы сделать плавный переход между этими цветами, я просто кисточкой с водичкой пройдусь по границе. И сглаживаю таким образом переход цвета от одного к другому. В самом низу я хочу сделать темный цвет, чтобы была тень. Поэтому я смешиваю красный и коричневый. И провожу в самом низу вот такую вот линию темного цвета. Можно еще даже темнее, чтобы его было видно. Вот такая вот тень в самом низу гриба. Вот если вы посмотрите на фотографию, вот здесь вот видите, прям темная. И также немножечко сглаживаю. Теперь приступаем к ножке. Посмотрите, у мухомора она почти белая. Но вот в самом верху, вот где юбочка, видите, она темная. Потому что шляпка создает тень и загораживает ее. И вот таким вот белым с немножечко охрой я начинаю раскрашивать ножку моего гриба. Аккуратненько обвожу все детали, чтобы не закрасить крылечко, чтобы не закрасить окошки, дверь. Аккуратно, аккуратно все обвожу. Саму юбочку я буду закрашивать темным цветом, да, уже меньше количества белил и больше охра. И обвожу. А низ юбочки можно добавить темно-коричневый цвет, немножечко, чтобы подчеркнуть нижнюю часть юбочки. Вот так вот. А вот здесь вот внизу есть вот такие вот кудряшки. Я их также нарисую. А точечки я обведу белым цветом, чтобы их было получше видно. Я их не стараюсь рисовать круглыми, да, то есть вот я их только немножечко вот так вот обведу, чтобы они были поярче. Не стараюсь их скруглять. Все, отлично. Чтобы закрасить трубу, я намешаю серый цвет и аккуратненько закрашиваю трубу. Добавляю тени в начало и конец трубы. И подрисовываю крепление, которым труба крепится к домику. Вот так вот. Отлично. А серым цветом я также хочу сделать крылечко ступеньки. Аккуратненько обвожу и раскрашиваю. И нижняя ступенька чуть потемнее. Делаю то же самое. Обвожу и раскрашиваю. Так, дальше дверь. Какого цвета будет ваша дверь? Моя будет, пожалуй, темно-коричневая. Вот такая вот. Аккуратно обвожу и раскрашиваю. Чуть-чуть сверху добавлю охры, чтобы было чуть посветлее. Так, дальше окошки. Окошки у меня будут голубые. В них будет отражаться небо. Вот таким вот светло-голубым цветом я их раскрашиваю. Одно и второе. А вот рамой я сделаю, пожалуй, цвета охры. Аккуратненько обводим, чтобы линии были не махристые, не кудрявые. Рисуем кончиком кисти. Стараемся держать кисть вертикально. Отлично. Окошки закончены. Осталось нарисовать мелкие детали. Это можно делать фломастером, а можно краской. Фломастер я не приготовила, поэтому я буду это делать краской. Аккуратненько тонкой кисточкой, да, с самым кончиком я обвожу все мелкие детали. Закрашиваю тело мухи. Обвожу крылышки. Вот сеточка на крылышках. Так, подрисую ручку на двери. Нарисую мои улитки глазки. Нарисую реснички, чтобы она была посимпатичнее. Улыбочку. Ой, какая милашка получилась. Так, отлично. Нарисую занавески на окнах. Так как-то будет поуютнее. Аккуратненько не закрашиваем раму. Так. А в нижнем окошке можно нарисовать цветочек в горшочке. Добавляю последние штрихи. Тень под кустиком. Добавлю несколько травинок в разных местах. И мой рисунок будет готов. Повторюсь, что так выглядит домик, который придумала я. Не стоит его перерисовывать. Лучше придумайте свой домик. Ваш домик может быть гораздо интереснее. Фантазируйте, рисуйте. Присылайте фотографии своих домиков. С вами был Рыжий Сплюх. Пока-пока.